ребята привет хэй хэй сегодня воскресенье самое прекрасное в этой истории и сегодня мы отправляемся вместе с вами на работу на мою работу с где мы строим новый модель и учитывая то что сегодня воскресенье я думаю то что будет меньше народа нам мешать и я смогу вам рассказать немного про свою работу и показать один очень серьезный бизнес на мой взгляд где водятся большие деньги ну что поехали нет смотрите кто-то все-таки работает даже воскресенье понемногу взрослею и главное отличие меня от хелпера сейчас у меня появился тулбакс ребята моя радость в этом отеле работаю я один то есть до меня здесь ребята из мексики сделали плитку на полу наша задача сделать бэйс то есть я устанавливаю бэйс здесь который не знаю наверное кто-то из вас помнит я же его и заготавливаю в нашем вархаусе там стачиваю на станке закругляю углы и здесь уже идет установка то есть я его устанавливаю потом прохожу все это дело граутом вчера я работал с граутом потому что на втором этаже я должен продолжать работу там было очень много народа и решил все таки не не кучковаться там сегодня я иду на второй этаж также устанавливать бэйс ну и покажу вам то что было там последние пару дней как раз таки когда я делал граут ну и заодно посмотрим как выглядит сухой граут который я делал вчера чё идем на стройку как я уже сказал на этом этаже еще вчера было дофига народ и ну я просто не мог тут не с ними работать обои клеили стены красили сегодня же мы можем спокойно доделать нашу работу и потом уже спокойно на следующей неделе заниматься граутом только граутом так выглядит воняет мочевой одна из особенностей строек то что тут есть маленькие мексиканские твари которые сут просто везде вот здесь куда мы только что зашли на сале в душевую кабину вот в этот слив вода тут появится хрен знает когда и вот эта моча здесь будет вонять я думаю если мы пройдем по каждой комнате вот такие бутылочки будут стоять наверное в процентах 70 комнат хотя это только второй этаж но не твари просто я вот я когда работаю я не знаю как 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 реагировать на это и ну как тут еще они стоят там стороне бутылочки иногда эти не хорошие люди ставят их в туалет это ну просто я не знаю что это у них на подсознание желание отлить именно в туалете они эти бутылочки прячут там вот смотрите бейс идет который я как раз устанавливал это небольшая комната их здесь несколько видов вот эту стену приходится оставлять сейчас потому что здесь будет устанавливать кабинеты и обычно кабинеты все-таки ставятся после нас то есть сначала идут обои потом устанавливается бейс и только потом приходят с кабинетами но здесь будет какой-то особенный дизайн кабинетов они будут стоять на остальных уголках и им обязательно нужно представить его к стене то есть там не не должно быть пространство поэтому супервайзер нам сказал о том что эту стену можно трогать только после того когда они их установят поэтому я сейчас делаю вот эти маленькие кусочки но это маленькая ванна есть больше ванна где там кафеля уже уходит больше но тем не менее одна стена с кабинетом всегда оставляется пустая и плюс я потом уже прохожу и делаю играл вот смотрите стена как раз таки играл ты здесь пришел сделался сейчас смотреть еще как бы тяжело ну то есть там грязные стены ну какой-то беспорядок финишки когда уже все когда кабинеты прошли устана установили когда здесь карпит лежит в комнатах это выглядит уже по-другому и качество другое вот зеркала уже начали ставить скоро и до кабинетов дойдут вот видите вот здесь вот только вот этот кусочек как раз мы оставляем без без дальше по кругу уже везде установлен бэйс и сделан грау в чем проблема на стене уже висят обои в этом месте их наверное еще будет переклеивать потому что тут какой-то косяк эти обои как вы видите белые и приходится очень много времени тратить на то чтобы смыть с них играл и при этом еще сделать достаточно аккуратный шов потому что там quarter inch я думаю даже может быть туку но две четверти inch и некоторых местах где стены особенно кривые получается шов и когда с панчем губка его делаешь то он может быть немного неровный и вот на это время приходится тратить достаточно много но тем не менее по моему позавчера один мекс приходил которые украсил он видно тачат тут делал они потолки где-то прокрашивали типа что ты используешь у тебя очень чистые обои я говорю только с панч он говорит ты там типа не 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 пользуешься никаким тейпом я говорю нет только с панчем такого pretty good такой мне приятно было так что мои старания не проходят даром видите даже мекцы ценят то как как я делаю свою работу обычно мой рабочий день начинается с того что я собираю я собираю ведра после маляров там после всех кто работает с какими-то смеси ведра нужны для того чтобы замешать раствор ведра нужны для того чтобы замешать крауд ведра нужны для того чтобы набрать чистую воду для того чтобы этот грауд смывать тогда приходится именно повозиться с ведрами то есть их приходится вымывать чтобы они были чистые вода чистая и его допустим такого ведра чистой воды на то чтобы смыть граут наверное хватает на 4-6 комнат зависимости от того как был установлен бейс какой был шов сколько граута своим снимает ну и вообще в принципе как этот граут был собственно там размазан сегодня хорошо то что мы работаем только с инцетом на этот смен я взял ведра с 4 этажа ведра с водой которые я использовал вчера для граута и я думаю то что я прям не замешаю раствор и ну в этом не будет никакой проблемы то есть это просто мутная вода но на качество раствора она никак не влияет так что сейчас все будем делать включим с вами музыку тоже моя радость сколько здесь песен на русском языке послушали на этой стройке я даже представить не могу но тем не менее я радую мексов и американцев отечественным рэпом и другое какое-то львическая музыка все короче нужно начинать работать мы смотрим бро не раз переходили эту реку брод однажды входили в эту реку дважды сухими выходили из воды и шли дальше мусор отпустил под подписку подростки у него ко мне вопрос есть у него для меня подрос есть но я то знаю всю эту пить я рос здесь я стою и звоню с автомата позови брат брат я тут тебя там-то там-то нички с бабками там-то там-то не по нам нары барак и баланда жалко когда не было таиланда да ладно итак ребята работаем мы сейчас в городе абердин это северная каролина где-то два часа езды там чуть больше ста миль от шарлота здесь я остановился в мотеле благо мотель совсем прям рядом и дорога то работа занимает где-то три минуты вот те кто не знает я в принципе не так давно работаю с капелем ну вообще в принципе непосредственно с капелем его установка я работаю буквально может быть несколько недель до этого я просто был хелпером и парнем на подхвате сейчас же я обзавелся инструментом ну точнее мне его подарили мне подарил человек у которого я работаю за что я ему очень сильно благодарен вообще в принципе смотря на ситуацию которая происходит вокруг потому что в америке тоже есть безработица я слышал то что в районе 43 процентов населения здесь осталось без работы сейчас и каждый день я рад то что работал у меня есть это что я работаю в таких условиях то что я работаю с таким человеком поэтому каждый день когда я встаю я благодарю свою жизнь то что все есть так как она есть сейчас раствор я замешал ему лучше дать несколько минут отстояться после того как там вся реакция произойдет уже через несколько минут будет понятно готов он для работы или нет потому что если его сделать сразу густым то буквально через там десять минут он становится еще плотнее с ним уже тяжелее работать за эти пару минут пока пока мы будем ждать готовность раствора я как раз таки сейчас подключу свет потому что все комнаты в которых я работаю они без света и приходится собой переносить лампу ну и все в принципе начинаем работать мне очень часто спрашивают чем я занимался до этого но единственное что я могу сказать до этого смысле в россии и не единственное то что я могу сказать то что я никак не был связан именно с такой физической работой может быть когда-то там далекие времена я подрабатывал и наверное больше всего физической нагрузки у меня было когда я служил в армии потому что вместо того чтобы обучаться военному ремеслу мы занимались всякой фигнёй вот именно физической там узака разгружали перезагружали освобождали склады ну и всякую такую муть которую делали раньше насколько я понимаю сейчас я надеюсь что в армии происходит немного все по-другому ну и обстоят дела немного по-другому а что касается капеля то меня никто не учил ну и не учит в принципе сейчас то есть со временем после того как много плитки держишь в руках уже все-таки начинаешь понимать как с ней обращаться плюс видишь иногда как люди работают ну то есть я вот смотрел именно за этим ну и сейчас в принципе я делаю бейси это не такая сложная работа недавно я делал кусок пола в другом отеле в котором я только начинал первое видео по моему из отелей когда я вам проказа показывал про кокинг вот там я устранял всякие недостатки мне нужно было положить это два квадратных метра плитки на полу такой знаете толстой плитки маленький квадрат и это было сложно я вам скажу а что касается бейса тут нет ничего сложного тут все понятно и прозрачно есть кривые стены и с ровные стены поэтому нужно как-то варьировать вот именно этот зазор от стены эту подушку на стене и все в принципе но самое сложное в этой работе лично для меня знаете что было это вот использовать вот эту штуку тайл катор плиткорез и есть большие плиткорезы с ними поработать немного было проще то есть как бы у меня не было особых проблем и то сейчас я понимаю то что я не совсем правильно даже работал на них и один раз мне показали как им работать вот относительно недавно после того когда я уже с ним столько налозился мне показали очень простое движение которым можно вырезать эту плитку и все и жизни сразу засветила другими красками потому что работа превратилась в удовольствие раньше для меня это был стресс ладно сделаем быстрее стенку и посмотрим дальше что будет все готово раньше для меня это была какая-то фантастика сейчас же это уже можно сказать немного даже на автомате происходит что мы здесь делаем устанавливаем плитку здесь идет определенный узор то есть нужно попадать именно в нужный ряд и выбирать нужную длину плитки в соответствии с этим узором я сначала устанавливаю стену плиток достаточно немного чаще всего стены бывают чистые иногда попадает граут который был на полу вот мы устанавливаем зазор ребята я знаю то что из моих подписчиков есть профессиональные плиточки не судите меня строго как я сказал я только учусь я знаю то что есть много людей которые делают это лучше меня и мне приходится с этим мириться мириться даже в комментариях потому что сейчас немного подписчиков стало больше и появляются люди которые начинают учить жить и и честно говоря я считаю то что это не совсем правильно особенно меня начинают учить жизни люди которые меня абсолютно не знают и мне кажется это вообще есть грубые слова по поводу отсутствие культуры мы просто назовем люди с отсутствием какой-то культуры и не знаю субординации что не суть в общем я знаю то что есть люди которые делают эту работу лучше чем я и как я уже раньше говорил об этом я очень рад не знаю то что есть люди умнее меня я этому тоже очень рад и главное то что я хочу сказать я никого не учу жить я никого не наставляю на какой-то путь и не вбиваю свою точку зрения всего лишь единственное то что я вам хочу рассказать это рассказать свой опыт как приходится выживать как приходится жить что приходится делать лично мне для того чтобы реализовать свою американскую мечту вот собственно и все ну и глядя на меня я думаю многие из вас понимают о том что это очень реально я сто процентов уверен то что есть люди которые смотрят и говорят блин если этот парень делает то я могу и наверное вот это главное это главное то что я хочу вам рассказать и но никого не учить поэтому я буду признателен если человек я не знаю подписан ты на меня или не подписан и у тебя возникло желание получить меня избавь себя и меня от этого неприятного процесса кто-то может просто пройти дальше а я продолжаю работать весь день проводишь на коленях кто-то таскает грузы по лестницам с мебелью кто-то стоит на коленях вот она иммигрантская жизнь ну все готово у меня часто спрашивает про стандарт на моей работе и но интересуется стройкой что меня очень радует ребята ну что я хочу вам сказать именно про мою работу то есть сейчас я устанавливаю бейс как вы видите здесь стандарта стандартов на мой взгляд нет практически никаких до рисунок на полу соответствует blue paper чертежам проектной документации дизайнерской документации что касается бейса то он должен соответствовать допустим рисунку его там длина какая-то разметка должен соответствовать рисунку на полу но есть какие-то элементарные вещи эстетики допустим касается вот этот угол видите я установил здесь специальный бейс он двухсторонний то есть сверху закругление сбоку то есть его можно сделать это двухсторонний либо поставить с этой стороны либо с этой стороны я поставил с этой стороны и вот собственно какая в этом логика человек когда заходит в ванную комнату из-за того что у меня здесь боковой шов находится тут он его не видит просто когда я закрою граутом этот угол не будет бросаться в глаза а что ну что я имею ввиду то есть вот вот этот шов он закрыт и по идее по хорошему мне нужно было начинать именно с этой стены установить здесь целую плитку потом здесь меньше кусок и вот собственно угол закрыт также и получилось бы у меня тогда один шов здесь один шов здесь боку и ну и все было бы хорошо но как вы помните эту стену я трогать не могу поэтому что есть то есть и ну я ставлю так и тогда данную при вернемся сюда опять ставить плитку я уже поставлю здесь и шов будет как раз таки видно но я думаю то что это в принципе не так критично это так просто что касается непосредственно стандартов то здесь не совсем стандарты вот если в россии есть госты снипы то здесь есть коды и допустим какое я вам могу рассказать это я недавно с ним столкнулся мне нужно было повесить на стену тебе холдер ну то есть установить на стену телевизор и как вы знаете здесь стены каркаса то есть это щедра гипсокартон и на гипсокартон просто так телевизор не прикрепишь он просто рано или поздно отвалится нужно искать балку для того чтобы найти здесь не балки и специальные приборы которые показывают где находится балку но это если он есть а когда его нет очень есть простой стопу способ который мне подсказали он заключается вот в чем видите тут розетки на одном уровне но это не принципиально то есть можно подойти вот даже вот к этой розетке выключателю выкручиваешь выключатель смотришь на розетку вот короб он прикручен к балке сто процентов с одной или с другой стороны очень часто если допустим есть вот вырезок вот как вот здесь больше чем сама розетка можно через эту щель увидеть балку она конкретно здесь находится либо можно посмотреть по болту который крепит эту розетку с какой стороны он собственно закручен и так на одну балку нашли эти коды о которых я говорю они в разных штатах разные и допустим это нужно учитывать допустим вот здесь мы находимся в северной каролине что здесь разрешается на внешней стене у тебя между этими балками должно быть расстояние 16 инчи не больше не меньше 16 инчи на внутренней стене допускается ну по моему в принципе все делают именно так на внутренней стене можно делать между балками 24 инчи в массачусетсе допустим такого делать нельзя и внутренние и внешние стены 16 инчи и так мы знаем то что мы находимся в северной край линии знаем то что между балками 24 инчи вот мы нашли одну балку тут тубайфор находится да и мы знаем то что полтора ширина тубайфор где-то полтора инчи мы нашли в середину мы сделали крепление отчитываем 24 инчи мы находим вторую середину и можно практически спокойно в принципе закручивать сюда еще одно крепление ну либо вы отчитываете допустим вам нужно выйти на середину комнату и вы находите нужные вам балки так что все элементарно и просто я на самом деле об этом никогда не задумывался когда пришло время думаю блин как найти балл оказывается все элементарно но может быть кто-то не знал вам будет это полезно прихожу я такой значит чтобы поехать на обед и вижу вот это это я даже не увидел мне этот чувак один который рядом стоял показал когда если в машину а сегодня блин воскресенье сегодня никто вообще не работает во первых попадаешь на деньги во вторых еще никто не работает а у меня у сына день рождения сегодня на него нужно обязательно попасть посидел я подумал возле машины вспомнил как я вам делал обзоры и вспомнил то что я говорил про запаску есть запаска есть домкрат сейчас буду менять колесо короче новости 2 во первых моя запаска никуда не годится то что я даже не могу и накачать этим ножным насосом я думаю колесо спустила у меня на парковке из-за того что она стояла вот на этом болте ведь я думаю что я просто на него наехал и он начал спускать пропускать воздух и так по поводу миллионного бизнеса вот видите весь и quickland вот эту вот технику то что стоит причем она такая достаточно древняя вот ну конкретно на на этом объекте она реально древняя тут один экскаватор у них еще более или менее свежий а эти уже такие это конечно мощная техника но тем не менее уже давно используемая я думаю о том что если ее покупать можно выиграть учитывая то что она работает короче эти ребята делают здесь все что касается земли они подготавливали всю эту площадку выкапывали там фундамент они будут делать парковочные карманы они делают ну в общем всю всю площадь вокруг и этот контракт стоит миллион триста долларов представляете а техники у них на объекте немного там пару бабкетов вот вот такая вот крупная техника и сейчас единственное что они делают один человек тут периодически катается на ней разравнивает потому что тут ездят раки какая другая техника заходит и вот он катается туда-сюда там что-то разравнивает они выставили элевейшн ну и собственно подготавливают участок вот он едет как раз таки он сейчас разравнивает там где-то площадку вот так вот ребята эта работа стоит миллион триста на самом деле главное что нужно для этого бизнеса это техника ну и на мой взгляд все таки туда-сюда тут нужен быть должен быть и опыт потому что нужно понимать все таки какие-то тонкости этой работы кто-то обладает таким талантом то что он может находить достойных людей которые будут делать эту работу за него он там допустим занимается финансами так вот на мой взгляд такой контракт может быть один-два отеля и он легко окупит всю технику которую берут в кредит а я думаю то что ее берут в кредит вряд ли кто-то сразу с кэшем заходит и вот они делают эту работу и главный главный посыл какой на самом деле вот человек который отвечает за стройку на объекте то есть есть заказчик там каких-то отелях индусы здесь по-моему американцы причем у них вот на этой площади на их пятачке тут три их отель отсюда может быть не очень хорошо видно но вот один стоит корпус один корпус и этот в котором мы сейчас находимся так вот есть заказчик есть джесси это general construction и он собственно набирает всех контракторов которые здесь работают генеральный контрактор генеральный генподрядчик он нанимает контрактор так вот контракторы эти попадают сюда в основном по аукциону то есть кто сыграл то есть если заходить просто на объект изначально на первый объект нужно будет сделать там предложение хорошее потому что вот что касается кафеля когда-то был хороший оффер от человека с которыми работаю и собственно он познакомился вот с этим джесси с которым они работают все это время и это джесси строя 10 11 отелей в год представляете в год там тоже проходят через него там 150 или 180 миллионов вот такие вот дела ребят вот оно коммерческое строительство ребята на теория подтвердилась это реально через этот саморез все спустила колесо потому что стояла на нем и видно криво саморез встал и все весь воздух вышел сейчас я уже второй раз получается оставляю машину то есть я обедал плюс я сейчас работал проследил чтобы саморез не был внизу и собственно колесо пока держится но в любом случае нужно будет заехать в олмарт взять жгут может быть вечером поставлю сегодня жгут и поезжу все-таки еще так ну а на сегодня рабочий день свой закончил поеду к сыну на день рождения покажу вам пару еще красивых видов и на этом закончу пока 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 Субтитры подогнал «Симон» И едем домой, я уже почти приехал